Всем привет! Это урок номер 5 по программированию Roblox Studio. Я сегодня рассказываю о том, как создавать детали из ваших программ. Это означает не как вы привыкли детали перетаскивать, создавать их с помощью кнопки Part и перемещать их, а создавать самим детали на нашем Place. Place это уровень, так называется, в Roblox. И немножко, да не немножко, а попытаемся разобраться в системе координат, в осях координат, не только в Roblox. Давайте посмотрим. По-моему, с 7 класса вы начинаете изучать, если в школе, систему декартовых координат на плоскости, ось Х. Ну, плоскость, вы, наверное, знаете, что это такое. Вот у нас клетчатый листок лежит, ось по горизонтали Х и ось по вертикали У. Если мы хотим описать положение точки на плоскости, мы можем сообщить ее координатой по Х и по У. Ну, так как наши точки лежат на оси, вот, например, точка Д, видите, у нее координаты 7, 0. Это означает, что по оси Х она лежит в седьмой клеточке, нарисована, а по У она лежит на нуле. Если бы точка Д у нас лежала здесь, где-нибудь нарисована была, то у нее были бы координаты 7, 4. Если точка была бы здесь, то у нее были бы координаты 7, минус 2, потому что здесь уже идут отрицательные координаты вниз. В Roblox все то же самое. Ну, точнее, как то же самое, вроде бы 3D. Ну, давайте сделаем не 3D. Давайте, во-первых, чтобы нам было понятно, нажали View вкладку, включили, вот здесь вот, включили оси координат XYZ, будут они нам помогать. Здесь включим сетку. Видите, сетка тоже помогает для позиционирования. Сетку можно сделать 2х2 стада. Вот эти пупырышки в LEGO, штырьки или как, вот, в комментариях напишите, как лучше их называть. Ну, можно называть стадами, потому что если вы будете читать где-нибудь туториалы, уроки, там будут написаны стады по-английски. 4х4, 16х16, давайте 4х4 оставим. И вот интересная очень штука, называется, сетка на материале. Так что, видите, мы начинаем двигать материал. Так, я его даже увеличу. Видите, очень сразу заметно, сколько у нас стадов. Та или иная деталь. Ладно, деталь, которую я создал вручную, пусть здесь стоит. Итак, возвращаемся к тому, что как в нашем Роблоксе увидеть всего 2 оси, Y и Z. Да все очень просто. Давайте избавимся от оси глубина. Вот у нас осталось 2 оси. Зеленая это X, верх положительная, красная, ой, извините. Зеленая это Y, верх положительные, положительные координаты, а красная это X. Помните, как можно двигать деталь? И давайте смотрите сразу, вот здесь, позиция, координаты нашей детали. Двигаю влево-вправо. Координата X меняется. Вот посмотрите слева, здесь. А если я двигаю нашу деталь вверх, то у нее координата Y начинает расти. Ну вот представьте, вы создали какую-то супер, ну не супер деталь, создали деталь, разговариваете по телефону со своим другом или подругой, вы не можете показать ему экран или ей экран вашего компьютера, но вы хотите рассказать, что ваша деталь находится вот здесь. Что вы сообщаете? Правильно. Вы смотрите свойства своей детали и говорите, у нее координата X 14, Y 2,5, Z минус 21. Если вы ее немножко передвинете, то у нее и координаты изменятся. Кстати, давайте сейчас мы изменим. Попробуем поставить ее в деталь, которую мы сделали вручную. Попробуем ее поставить на координаты. Так. Я хочу ее на 0,0 поставить. Так. Ну, во-первых, на 0,0 она у меня не ставится. И видите, я ее поставил на пол в центре нашего плейса с координатами 0,0. Кстати, вот это и есть истинные координаты с тремя нулями 0,0,0. Вот эти оси видны только, когда вы включили вот здесь View Grid сетку. Когда вы включаете сетку, очень, кстати, удобно. Вы видите центр уровня. Итак, почему я не могу нашу деталь разместить по координатам 0,0,0? Идем Home, точнее, идем модель. Помните, у нас есть привязка к сетке. Вот она привязка к сетке. Что двигать... А, ну здесь у меня уже есть. Двигать через 0,5. Через пол стада. Если мы пишем двигать через 5 стадов, смотрите, как у меня начинает прыгать сразу. Через 5 клеточек. Ладно. Давайте вернем 0,5, как было. 0,5. И попробуем разместить эту деталь ровно по координатам 0,0,0. Так, по x все нормально. По z по z вот у меня 0. А по y не удается. Нам придется коллизии убрать. И смотрите, начинаем опускать вниз нашу деталь. Видите... Вот еще. Сейчас я приближу. Вот. Вот теперь совпали. Видите, оси, которые в нашей детали совпали с осями в нашем бейсплейте. Все. Вот такие координаты. 0,0,0. Имейте в виду, когда вы создаете какую-то деталь, что когда эта деталь находится на поверхности, у нее координаты по y немножко выше. Видите, центр координат в нашей детали, в любой детали, кстати, он находится в центре. В центре. Мы с этим еще столкнемся. Так, хорошо. Кстати, наш человек, если мы запускаем наш проект, человек появляется в координатах по x 0, по z 0, а y где-то в высоте. Поэтому он, видите, спрыгивает сверху вниз. Так. Что у нас еще с координатами? Что еще про координаты я могу сказать? Ну, с двумерными координатами в школе вы сталкиваетесь. С трехмерными я не помню, сталкиваетесь или нет. Но вот это изображение совпадает с направлением осей в роблоксе. Ось по x положительная. Справа. y вверх положительные значения. И z на нас, на зрителя. Значит, вот. Давайте остановим. Вот посмотрите на наши координаты z отрицательные. Но стоит мне начать тянуть нашу деталь сюда, к нам, ведь уже положительные. И они начинают расти. Чем ближе к зрителю. Чем дальше, тем более отрицательные числа. Более отрицательные, что я говорю. Так. Ну все. Нам начинаем, приступаем к программированию. Хватит теории. Так. Скрипты мы будем создавать вот в этой папке. Первый скрипт сервис. Нажали плюс. Добавили скрипт. Стираем. Прим. Hello. Давайте создадим новую деталь. Instance. New. В скобочках. В кавычках пишем первый параметр. Что же мы хотим создать? А создать мы хотим деталь. Помните, как деталь по-английски называется? Part. Part. с большой буквы. Запятую. Здесь, в принципе, можно и закончить. Ну, давайте посмотрим, где эта деталь создастся. Увидим мы эту деталь или нет? Это я уже программу написал, запускаю. Нет. Никакой детали мы не видим. Она создалась где-то, непонятно где. Давайте мы что-то сделаем так, чтобы наша программа создавала деталь в нашей вселенной. Что у нас является нашей вселенной? Помните, в предыдущих уроках мы писали game.workspace. Так что создадим мы нашу деталь в Workspace. Вот уже подсказывает мне редактор. Part.workspace. Создали. Деталь создалась. Ну, причем стандартного размера, да? Помните, если бы я нажал кнопку, вот она точно такая же бы создалась. И мы ее увидим сейчас в Workspace. Да, вот она вторая part. Так, а что-то как мне отличать эти деталь первую от детали второй? Давайте мы дадим имя нашей детали. Ой, а как я ей дам имя, если вот мы ее создали и не знаем ее адреса? Ну, где она живет? Так, чтобы мы узнали ее адрес, давайте создадим переменную. Local P. Не будем много печатать букв. Вот переменная из одной буквы. Local P. присвоить. Это означает, когда создастся наша деталь, ее адрес, ссылка. Ой, какими я умными словами или глупыми. Сейчас все объясняю. Итак, создали деталь и поместили ее в переменную P. Теперь, если мы будем что-нибудь делать с этой переменной P, все это будет происходить уже с созданной деталью. Давайте мы ее назовем. Давайте назовем ее по-русски. Roblox поддерживает Unicode, поэтому можно детальюшка. Правильно. Запускаем. Смотрим. Workspace. Да, вот она наша детальюшка. И мы можем даже ее координаты увидеть. Смотрим координаты, координаты, Position. Ну, видите, 0.55. Она создалась, на самом деле, по координатам 0.00 по умолчанию. Ну, мы не задавали эти координаты. Но ее потом, вот этот Base Plate, наша земля ее вытолкнула. Так работает, как в играх во многих. Вода выталкивает деталь наружу. Не деталь, даже вас, вашего игрока. А здесь пол, наш Base Plate, он вытолкнул только что созданную деталь. Хорошо, хоть он ее не взорвал. Так. Давайте тогда мы попробуем размер сделаем нашей детали, чтобы эта деталь была похожа на... Ну, что у нас? Minecraft любите? Кстати, в Minecraft точно такая же система координат. X, Y, Z. Мы проверяли на уроке. Все то же самое. Так. P. Размер. Размер, как у нас пишется? Size. Ну, кстати, немножко... Так, 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 так. Где вот деталь? Выбрали деталь. Просто как пример смотрим. Видите, у нас тоже в свойствах нашей детали есть Position. А почему-то свойство Size оно спрятано внутри Part. Ну, как бы в еще одной папке. Но, когда мы хотим задать размер, когда мы хотим считать размер, ну, узнать, узнать число, мы можем написать так. P.Part.Size.X. Надеюсь, я не вру. Но, чтобы задать размер, мы должны писать сразу, без всяких парт. переменная, где у нас хранится созданная деталь, точка Size. Напрямую числа мы не можем писать, к сожалению. Поэтому... Хотя давайте попробуем. Вот так. Подождите, подождите. Да, Size. XYZ. Ну, сейчас проверим. Чего мелочиться? Давайте большую делаем. Делаем деталь. Потом я ее уменьшу. Примерно такого же размера сделаю, как наш... Не как наш герой. А как в Майнкрафте? Я думаю, это будет 3 на 3. Нет, не получилось. И вот у меня ошибка. Кстати, если вы окошко включаете, вы знаете, View Output. Да, вот оно. То вы здесь видите красное сообщение, значит, у вас ошибка. Ладно, не будем страдать дури. Сразу будем писать, как надо. P.Size. Присвоить вектор. Vector 3, потому что у нас будет 3 у нас измерения. New. Новый создаем. Почему новый? Потому что для каждой детали у нас свой будет размер. В принципе, можно, наверное, да не наверное, а можно сохранить размер детали в какой-нибудь переменной и потом эту переменную уже присваивать всем остальным деталям, если мы хотим из такого размера сделать. Одинакового размера. Так, мы пишем. Я уже делаю нормальный размер. Так, создаем нашу деталь размера 3 на 3 на 3. Отлично. Получился наш кубик майнкрафтовский. Надеюсь, он толкается. Да, можно его. Толкать можно. Так, ну, мы создали одну деталь, дали ей имя. Давайте теперь попробуем ее поместим на этот кубик справа. Ну, я как подсказку, я, конечно же, координаты его узнаю. Координаты по х и по у у нас будут совпадать. Так, давайте посмотрим. х это 10 и у минус 6. Я забежал немножко вперед. Вот, как мы можем задавать позицию положения. Position. Точно таким же вектором вот так три числа записываем. Так, я уже забыл и числа. 10, 2 и 5 минус 6. Здесь пишем 10, здесь ничего не пишем, минус 6. Почему минус 6? Потому что дальше, вот от этой оси, дальше, в глубину, вдаль. Если бы деталь мы хотели делать здесь, то мы бы положительное число написали. Например, 6, тогда бы деталь здесь появилась. Так, но я хочу, чтобы деталь появилась выше. Так, смотрим. Ее координата по Y это центр, видите, где ось? 2,5. Так что на поверхности у нас уже 2,5 плюс 2,5 уже пятерка где-то будет клеточек. Кстати, вы не бойтесь, вы можете экспериментировать. Если с числами ошибетесь, когда будете писать свой программ, добавляйте еще больше, еще больше, пока не получится. Так называемый метод научного тыка. Так, а у нашей, у той детали, у нее размеры 3 на 3. Итак, здесь высота 5, да еще полтора добавляем. Надеюсь, я правильно посчитал. 5 плюс полтора это будет 6,5. Пожалуйста. Да, деталька отлично появилась. Давайте я попробую ее не 6,5, а я ее внутри попробую создать. Той деталь. Что произойдет? Взорвется? Нет. Большая деталь вытолкнула маленькую деталь. Поэтому очень важно правильные расчеты. Но можно же хитрить. Можно не 6,5, как я писал. Например, восьмерку напишу. Так. Кстати, я сейчас плохо делал. Я не остановил тест, игру и начал менять программу. Обычно когда вы останавливаете, у вас переспрашивает Roblox. Вы во время работы, во время теста изменили какие-то строки. Yes, No и так далее. Хотите сохранить текст, который новый вы тут изменили? Нужно нажать Yes. А иначе у вас вернется старая программа до того, как вы нажали кнопку Play. Ладно, вы, наверное, это сами увидите. так, восьмерка. Я делаю немножко ну нормально, с небольшой высоты у нас кубик этот упал. А давайте его не восьмерка сделаем сразу, а, например, 80. Все ли пройдет гладко? Мне кажется, он будет отскакивать, как мячик. Видите, как он в результате у нас ровно не встал. Он отскочил. Такой движок в игре. Это здорово, кстати. Поэтому ставим ему 6.5. В принципе, как задание. Задание. Перед тем, как можете остановить видеоурок и попробовать программно сделать некий храм. из четырех колонн. Вот четыре колонны и на них еще положить какую-то деталь. Как крышу. Но вы должны получается создать все это внутри вашей программы. Какой у меня кривой храм получился. Не буду его расширять. Давайте сразу пойдем. Если у вас внутри вашей программы будет создаваться новый храм. Кстати, я не показал, как делать детали. Следующие мы только с одной деталью. Удаляем все эти ненужные вещи для храма. Как сделать еще одну деталь? Просто повторяем эти строки. Причем если вы не хотите менять размеры, вам не нужно получать доступ к первой детали, вы можете точно также писать ту же самую переменную. Но вот здесь я local уже не пишу, потому что у нас переменная уже объявлена. У нас уже язык луа в роблоксе, он уже знает, что есть такая переменная, поэтому я local не написал. Но если напишите local, ничего страшного. А можно хитро сделать? Можно сделать P2. Так наверное нужно делать. 2 P2 P2 2 2 мы можем а вот у нее и немножко так помните сколько у нас она высотой? 3. Если мы хотим ее получить сверху уже имеющей детали, мы можем так хитро написать 3 плюс 6 половине. Зачем я буду считать наш роблокс? Пусть сам складывает. Классно получилось. Можем также еще одну сверху поставить. Так ну ребят я давайте вот так сделаю. давайте я сделаю функцию. Не хочу повторять так много текста. Я же умею программировать и вы тоже учите программировать. Назову ее CD нет назову ее MP Make Part сделай новую деталь. В ней у нас окажется вот этот код. и мы наверное здесь укажем SX SY SZ это размеры размеры так и XYZ это положение смотрите урок про наши функции чтобы понимать и что же будет делать наша функция я хочу вообще чтобы у нас программа получалась с минимумом строк чтобы не пришлось писать повторять одно и то же это так неприятно кстати обязательно делайте отступы так и можно даже сделать вот так turnp наша функция будет создавать деталь и возвращать ее адрес вы можете этим и не пользоваться то что она вернула адрес ну создала детали создала а в более продвинутых вещах наверное я не знаю успею сегодня на этом уроке вам рассказать или нет но тем не менее вот так давайте теперь как создаем деталь mp размеры ее указываем 3 3 3 а теперь указываем координаты где она у нас должна находиться честно говоря я уже забыл где она должна находиться так 10 минус 6 10 не помню там 8 что ли было минус 6 итак когда мы запускаем нашу функцию по ее имени в скобках передаем 3 значения они появляются внутри переменных sx s y z и вот эти sx s y z используются для изменения размера а вот эти следующие числа это уже подставляются вот сюда для положения на нашем бейсплейте давайте запустим надеюсь все работает все будет работать отлично все отлично а давайте я теперь нашу деталь создам в цикле for и от 1 до 10 до 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 это значит повтори 10 раз повтори 10 раз создай 10 деталек но они будут создаваться одного и того же размера в одном и том же месте видите они как развалились они внутри одного места и как попкорн у вас на сковородке или микроволновке бах их разметало так а что же сделать чтобы их не разметало вообще у меня следующая задача которую мы должны на уроке сделать это выложить из этих кубиков стену и так кстати в луа можно вот так написать например смотрите и все равно будет работать потому что функция будет вызываться скобка открывающаяся здесь какие-то числа идут закрывающие скобки я вот так перенес на следующую строчку часть чтобы как-то отделить это размер а это координаты итак размер нашей детали мы давайте кстати побалуемся давайте сделаем разной высотой 3 плюс и у нас сейчас остаться 10 деталей но в каждой итерации цикла это значит в каждом проходе и получает следующее число смотрите и начинается с единицы значит при первом проходе в и будет единица значит мы размер нашей детали попросим передадим такой размер детали 3 здесь 3 плюс 1 это значит 4 3 при следующем проходе и будет уже двойки двойки равно здесь значит у нас будет более высокая деталь по-моему получилось смотрите еще шатается что-то там да классно мне нравится и посмотрите вот это все безобразие у нас создано несколькими строчками кода а можно сделать чтобы у нас увеличивались все размеры создаваемой детали у нас получается будут кубики маленькие побольше еще больше ну по-моему заметно ну их так разметало забавно так с размерами наигрались мне не нужно менять эти размеры вернули ctrl z помните нажимаете ctrl z и она восстанавливает все что было удалено или изменено так а мы будем не нужна нам эта деталь не то что не нужна мы про нее уже забыли давайте будем теперь строить строить стенку стенку будем строить по координатам x значит вот сначала координат от нуля вот сюда будем строить давайте пока положим стенку так у меня тут подсказка есть моя бумажка сколько я тут хотел стену ну давайте давайте стокер чего мелочиться компьютер должен позволить так создай нам 100 кирпичей размером 333 и вот по таким координатам координаты указываем и здесь будем указывать координаты 0 так ребята помните координата y помните что у нас у детали координата не 0 она должна стоять на земле иначе она будет вытолкнута землей вверх так ну давайте ставим координату 3 знаете можно кстати как сделать local s и свой 3 а сюда вместо троек написать s s s если я захочу увеличить размер кирпича давайте мы даже вот так сделаем я его здесь увеличу будет троечка классно я придумал или нет так значит мы здесь пишем высоту высоту пишем s деленное на 2 помните что у нас в центре в центре нашей детали так а 0 x y z пусть они будут по одной линии третья координата это глубина видите дальше ближе я хочу чтобы они вот так лежали давайте запустим надеюсь все сработает так ребята ой-ой-ой что-то как-то непонятно как будто они друг в друге создавались ну в принципе так и есть друг в друге создавались почему потому что у нас они создавались с координатами 1 2 3 4 5 6 а вы видите что у нас размер вот кстати давайте у нас размер больше чем 1 на 1 у нас получается кирпичи кубики эти создавались внутри друг друга естественно их выталкивало друг из друга так а если я сделаю вот так я сделал размер 1 сейчас маленькие кубики появятся скорее всего ровные смотрите я был прав вот 100 кубиков получилось так а как же сделать чтобы наши кубики размером 3 на 3 чтобы они не создавались друг друге а давайте сделаем так координату и умножить умножим на 3 что это даст первый проход цикла и равно единице значит давайте начнем не с единицы с нуля тогда до 99 мы же хотим 100 кубиков сделать первый кубик на координате 0 0 умножить на 3 это 0 при следующем проходе и уже единица единица умножить на 3 это координата уже 3 все отлично потом следующий координат будет уже 6 как у нас далеко и скорее всего у нас да у нас видите за краем бейсплейта кубики построены я не буду добегать до туда потому что вы можете побегать бегать сколько угодно играть мне кажется что будет интересно если мы что-то еще сделаем так давайте я отключу вот эту вот вещь чтобы видеть цвет и форму наших кирпичей имена уже не важны в принципе давайте я их закомментирую давайте помимо позиции положения нашего нашей детальки мы еще будем менять цвет в первом уроке по-моему у меня цвет менялся он находится у нас в бриколор деталь точка бриколор присвоить бриколор здесь можно указать какой он цвет смотрите первый урок а я сделаю рандом это означает случайный цвет у нас сейчас должна создастся стенка из кирпичиков случайного цвета так и вышло и каждый раз вы будете запускать будет каждый раз новые цвета это очень здорово если вы хотите чтобы ваши уровни выглядели все время по-разному то используйтесь пользуйтесь посмотрите у меня урок есть про случайные числа он отдельный и вообще старайтесь сделать так чтобы игроки приходя в вашу игру всегда видели что-то новое так цвет мы сделали можно еще же материал изменить давайте материал сделаем материал у нас по умолчанию пластика давайте сделаем металл металл вы можете подсмотреть подсказку какие материалы можно делать вот выбираем деталь и смотрим материалы пожалуйста список материалов так металл пусть металл будет давайте запускаем да вот они металлические правда тут не сильно видно если я сделаю мрамор или стекло можно еще сделать вот как давайте металлические но почему-то очень прозрачные не очень транспарент транспарент прозрачность а значение от 0 до 1 если мы сделаем вот такое значение 05 то будет наполовину прозрачным полупрозрачный металл это здорово классно так останавливаем что еще можно сделать давайте-ка форму изменим в редакторе в редакторе вы можете делать детали четырех форм блок сфера клин и цилиндр но к сожалению программно вы можете использовать только блок сферу и цилиндр клин вам не дадут веточи сделать ну и не особо-то и хотелось так ну и давайте как сделан shape shape присвоить тоже в кавычках так у нас сейчас по-моему блок блок да давайте сделаем сферу цилиндр я не буду делать сами попробуйте сделаем сфера в кавычках и обязательно вот если у вас какие-то ошибки вы наверное большую маленькую букву где-то перепутали где-то сделали опечатку так сфера я не понял я не понял так давайте еще раз запустим что-то куда-то наверное укатилось давайте мы их сделаем на высоте 5 например не хотя бы перед тем как укатиться полупрозрачность я убираю материал материал она тоже убираю так я наверное когда вам сказал внимательно печатать все сам сделал ошибку так во-первых я не помню shape где у нас находится shape блок видите здесь даже названия специально другие чтобы вы не спутали здесь не сфера а ball шар ага ball специально отличается от редактора мы можем даже успеть пробежать могли успеть пробежать отлично так если вы высоту поставить побольше то они будут с большой высоты они уже не смогут лечь так ровно в ряд хотя почти ровно ладно давайте цилиндр все-таки попробуем цилиндр я по-моему неправильно там через Y пишется да да смотрим все хорошо так вообще у меня задание сделать кирпичную кладку из нескольких из нескольких так это мы тоже убираем пусть у нас блок будет пусть у нас будет квадратный высоту ставим помните S делить на 2 смотрим что прессовалось знаете что такое кладка кирпичная это когда в ряд кирпичей положили и начинаете следующую еще кладку сверху вот я сейчас еще одну линию нарисую и давайте покороче сделаю пусть от 0 до 20 всего 21 кирпич если я хочу еще одну кладку сделать давайте сделаем вот так как вы думаете получится вот сверху кирпичики лежать нет они друг в друге появлялись и тоже друг друга растолкали что же сделать во втором цикле мы пишем не s деленное на 2 вот здесь а 3 высота нашего кирпича плюс s деленное на 2 чтобы он уже сверху получилось так все получилось но я не люблю такие программы писать длинные давайте я воспользуюсь циклом в цикле for y равно от от s так нет ребята от 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 одного давайте до количества кирпичей кладок допустим давайте до 5 do 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 and как-то нужно теперь нам переписать чтобы значение из второго цикла использовалось как высота вот внешний цикл это высота кладки сначала мы первую рисуем так первую рисуем а ну отлично пишем y плюс так y умножить на на размер нашего кубика это тройка получится да при первом проходе в с у нас тройка его надо разделить на дуб тройка давайте вот так не буду вам объяснять все должно сработать отлично чтобы кто-то понял как это все работает просто смотрите как работают цикл кстати классно можно что вы можете сделать например какие ловушки забежал в лабиринт ваш человек а вы строите динамически вот такие вот стенки кстати если вы не будете удалять будете пользоваться таблицами я про таблицы не рассказывал по нет у меня есть конечно уроки про таблицы но это уже касается луа и лав 2d например каждую созданную деталь вот я вам сейчас покажу как это все происходит каждую созданную деталь я ее адрес буду сохранять таблицы создаем таблицу а вот табличка пустой у меня будет то пишем ребята я сейчас не хочу просто урок про таблицы говорить, т 1 просто посмотрите что получится смотрите отдельный урок будет все на одной строчке вы уже поняли что первые три значения то у нас размер здесь меня следующие три это высота и все это мы не просто создаем мы создали и занесли адрес нашей детальки созданной таблицу в результате у нас получится табличка из 20 ой не из 20 20 до еще умножить на 5 тогда даже не 20 21 здесь больше 100 больше 100 кирпичей в результате у нас в этой таблице в памяти внутри роблокса будет храниться адрес больше сотни кирпичей давайте что-то мы с ними сейчас сейчас сделаем я сейчас в цикле переберу все эти кирпичи кстати для вас задание простое вот одну стенку мы сделали а как сделать стенку буквой г вот смотрите у вас горизонтальная стенка построена а вы делаете еще одну стенку которая растет на вас если вы добавите еще третью стенку и четвертую получится стены дома кирпичного это просто никаких таблиц для этого не нужно так сделаем например for z от 1 до решетка t это означает от одного до количества кирпичей не важно сколько мы кирпичей создадим так и в результате у нас tz это это наш кирпич и мы будем менять размер нашего кирпича я мог бы их уничтожить смотрите предыдущий урок там про метод destroy можно каждому кирпичику применить destroy и просто чтобы они растворились в воздухе а мы изменим размер я хочу размеры пусть размер будет 111 и давайте пусть будет wait кстати здесь мы указываем ожидания в секундах знаете да но если я напишу wait 1 мы не дождемся когда эти кирпичи начнут разрушаться не разрушаться уменьшаться если внутри роблокса это только внутри роблокса работает если мы пишем wait без каких-то параметров без числа то она использует время ну как бы fps знаете количество кадров в секунду адресоваться в игре так вот она будет использовать здесь минимально возможное время ну как допустим как будто для отрисовки одного fps а на хорошем компьютере 60 fps секунды ладно надеюсь что-то вы поняли все отлично можно даже замедлить чтобы чтобы эффект драматичный был а драматичный это как наша стена потихоньку начинает разрушаться с нижнего слоя и вот давайте посмотрим стоим сбоку и смотрим что же начинает происходить с нашей стенкой понимаете можно обход этой таблицы сделать не по порядку как вот я сначала первый слой сейчас видите второй слой пошел по третий слой пошел вот а можно случайном порядке тогда стена будет очень интересно разваливаться так ну про задание как построить четыре стенки дома вы поняли дальше подумайте как сделать так чтобы как настоящая чтобы у нас кладка была как в настоящей кирпичной стене это означает настоящей кирпичной стене давайте я закомментирую вот эту вот вещь которая нам мешает давайте просто посмотрим на нормальную стену что нужно в комментариях можете ответить вы поможете другим кто не загадается смотрите что не так вот вы наверняка не видели чтобы кто-то делал такую кирпичную кладку обязательно первый слой положили а вторые кирпичи сдвинули вправо наполовину ширины кирпича следующий слой тоже сдвинут чтобы нельзя было вот так подойти и разбить чтобы кирпичи для держались друг за друга поняли да вот это первое задание что нужно изменить ходе а второе задание попробовать сделать пирамиду хеопса это означает нужно основание квадратное выложить кубиками выложили сверху начинаете следующий слой чуть меньший потом еще один еще еще и получится египетская пирамида причем вы можете ее сделать отличного размера чтобы для нашего человека она выглядела действительно египетской пирамидой и у вас это все займет ну знаете что ну добавится еще пять строчек кода допустим представляете вот такой маленький скриптик и он уже создает из ничего египетскую пирамиду например этот скрипт можно в какую-нибудь лампу аладдина засунуть находит человек игрок эту лампу бросил ее или активировал как-то и появилась преграда целая пирамида как будто под ней засыпет будет очень весело так ну на этом мы заканчиваем урок вопросы задавайте под видео подписывайтесь конечно всем своим друзьям кто роблоксом увлекался говорите про этот канал ну а иначе так лайки ставим конечно еще видите уроки идут по нарастающей сложности конечно много было заказов на какие-то сложные темы я думаю может быть иногда когда у меня будет настроение время я буду выпускать уроки которые будут называться не урок номер один это означает не по возвращающей сложности а вот чей-то заказ выполнять спросили как сделать то или другое вот итак подписываемся лайки комментарии всем пока